Песчаная дорога в тихом частном секторе. Жители улицы Зелёной говорят, что привычную картину намерены разрушить. В августе поблизости начнётся строительство многоэтажки и по улице будет курсировать тяжёлая техника. Люди живут вот с колодцами, вот с такими. Вот вы представляете, техника поедет, эта вода уйдёт. Человек останется без воды. Бабушка старая, у неё нет средств, чтобы провести себе этот водопровод. Больше всего Владимирцев обижает, что застройщик не учёл их мнений. Ему люди предложили пути объезда. В ответ услышали, что их дорога муниципальная, значит, ей могут пользоваться все. Но жители утверждают, что занимались благоустройством самостоятельно. Даже вот песок, который тут засыпают, это всё жители делают своими руками. У нас была спокойная улица, и мы ни морально, ни физически не готовы к таким вот потрясениям. Тем более, если есть возможность по пойме проезжать, просто, видимо, застройщику, он не готов материально на это тратиться. Но он готов морально подвинуть нас. Застройщик сообщил, что готов пойти навстречу жителям, если мэрия согласует новую схему движения транспорта. Владимирцы, в свою очередь, должны подготовить коллективное обращение. По поводу транспорта, который должен всё-таки попасть на строительную площаду, так или иначе, мы пришли к соглашению о том, что сейчас они дают возможность, удобное для них время, чтобы попасть в валют-экскаватор. Движение техники интенсивно в настоящий момент не планируется. Ещё одна проблема коснулась лично одной из жительниц улицы Натальи Садковой. Её дом находится вблизи участка застройки. По плану, семиэтажку возведут всего в 10 метрах от её дома, а это нарушение закона. По правилам, это расстояние должно быть не менее 30 метров. Наталья направила письмо в прокуратуру. Вопрос ещё в том, как смогли эту зону, которая всегда являлась малоэтажной, статус земли моего участка, соседнего участка, мы приобретали его совместно с нашими знакомыми, друзьями, был всегда личное подсобное хозяйство. На каком основании эти участки были переведены в многоквартирное, многоэтажное строительство. В мэрии подчёркивают, что разрешение на строительство было выдано с учётом акта независимой экспертизы. Именно она доказывает, что все планы и расчёты соответствуют норме. Поднимут сейчас все документы, будут разбираться. 5 августа эта женщина-заявительница записалась на приём к заместителю главы администрации города Владимира, Сысуеву Сергею Александровичу, которая курирует как раз вопросы строительства. Ей будет всё предметно, на документах по букве закона, доложено и объяснено. Что же касается дороги, чиновники подтвердили, земля муниципальная. При необходимости застройщик может ей пользоваться. Тем более, что после окончания работ он обязан восстановить проезжую часть. Но местные жители оставлять эту ситуацию просто так не намерены. Они будут добиваться общественных слушаний, где хотят лично встретиться с чиновниками и застройщиком. Елена Павлова, Андрей Беляков и Вячеслав Сноровкин. Продолжение следует...